Продолжение следует... 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 Одним словом был такой момент, что Россия заняла Молдавию и Воложчизну, а Турция это налезала, как ленна земля, до Турции налезала. Турция, конечно, выполняла войну для России, ну и тогда уже началась такая бороцка, подготовка для большей войны, которая потом преросла в войну крымскую. То тут пан дыректор написал книжку, такую по обе стороны баркады, где много посередине места и войны крымской, и немного царковскому. С Турцией-молвия начали хорошо укладывать отношения, а между ними Россия начала претендовать на то, чтобы еще когда был во Франции, чтобы Франция выдала его до России. За то его деятельность патриотичная. Но, конечно, Франция вымирала себя из этого, он усунулся тут уже под скридло Турции, но на Турцию тоже начали играть, то тогда он остаточный принял ислам. Ну и скоро уже стал своим, я хочу сказать, что он был, сын Мехмед Пашан, альбо Садык Мехмед Пашан. Позже ему дали мир мир мирам Пашан, то есть такой высший титул. Ну и одним словом можно видеть, что он был там ради генерала. И также он был Мичневич его. Есть еще один из служаевских, был воинский, который тоже брал участие в повстании. Ну и там еще пару человек, так они доехали до Константинополя. Ну, такой Зверкович, тут из Парыза, писал листы, урадил и приготовил Михаила Чайковского на приезд в Мичневичах. Погода, то есть думный человек, то так, как с Чацким, треба ему добромосновать. И то с добрым румянком, то с тем румянком, то с тем румянком, то как бы, цикольяку, руму, какого-то там руму, какого-то там. Добро было бы поговорить за Латвич интеллигентного, какого-то там Словянина с тих словом полканских. Зурумянский можно поразмарать и так далее. Чем же, властье, уже в стаде Кпаша шиповался до приезда Михаила Чайковича. Затемались они в Константинополе, в таких марных местах, спали на куфрах, убраньем куфры застелали. Было холодно, были хребали пхлы и плюсы и в уголе там, ворунки были, не дай Боже. А разом еще ехал сын ксенца, цартуристки Владислав, молодой человек. Ну, то он отразы собе залатвил там, ядесь, вспомнилый годы, а ци тут, те старше особы, значыгнятнейшие были, как? Ну и в конце, в пајдеднику, chyba шестего пајдедника, бо сады Кпаша за своим обозом, за своими жоњнижами, выбрали где-с там дали, в местовости, пријнце вспомнилое, обет вспомнилое. Ну и братали ше там, трохо и пили по тих шестку и т.д. Шпевать зацелли, мискевич пајдни до Барыза описуе, как то было, почуўся так, як в родине, так, як быту у себе на ойцијзне. Ну и спевали наве, ёсце, Польска не згинћела, којсь там, в тим духу, а спевали «Марш», 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 значы, тем самым баса, з змеи турецки до Польски, че и на цове там было. Мискевич там был кијл кgs добрыѐ дни, пона тдзень, којку 1000 дни. Цуўся добры, свободне, језгдеј конно, лиѓиње на полѓання, ну припадали ст-отыки, с اور до Гус у, при стыке, с све якшіты значимостиoms. И, одним словом, обокульное такое было за доволением, а позднее Мистевич психоровал, от этого, может, едzenia такого, но вместо этого, он, я знаю, что был на руках не очень мощный, бегунки какие-то достоал, то обо, и вернулся туда, до этого места, в Константинополе, которое занимался. За один час Людвига Снедецка, а он один раз, с выездом до Садыга, споткался с ним. Вдруг здесь, снялся им такие большие носками, ездил два раза до Людвига Снедецкий, долго разговаривали, тоже очень хорошо разумели, знал очень хорошо Мистевич и памятал целое средовиско университетское, много, много спойных знакомых, и через другие страны Снедецкие, Емцея Снедецкого, и через Стрия, который я хорошо знал, я на Снедецкого так и плыли, и шумные, и все могут входить в Рокубер. Ну и, ваще Мистевич направился до той идеи, и создать из этих Людов, которые стоят у Садыга Паши, такой легеный жудовский, отдельный. Вот, значит, удовольствие Садыга Паши, я думаю, что это будет чувствовать. Эмиграция в Париже, то сразу там удивили, а как это так, а на Ислам все, а то здравится идеи тут и полискости, и все это все. То он о себе говорил и они не говорили, что это не была страда, а не религии, а не цегокольких. Он очень свободно чувствовал себя, там, вероятно 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 вероятно. Ему искал, не искал, то было бы то самое. Ну и в этот способ, значит, далее он продолжал свою службу в Турции. Война разыграла себя тут на Догар. Крымская война. Ну и Мистевич чувствовал себя гораздо больше и слабее. Ну и в конце концов ему 26 листопада в Константynополу змерло все. Ну, все, как мы говорили, все, как мы говорили, какие-то, как мы говорили, о том, от чего змерло, одни, что от холеры, одни, что от руды остались, еще кто-то, что просто от холеры. Турция умерла. Ну, как мы... Ну, мы писали, что это... Ну, мы писали, что это... Альбо слабо-эглическая война, та холерля, альбо, может, золомка, или что-то такое. И, потому что не было влево крови на землю, то тяло, та кровь, предоставила себя до внутреннего цела. Лекарства не умели... Забрали себя... Килку лекарств было... През годины Мистевича, но не умели дать рады, не знали, что это было. Ну и в конце Мистевич очень легко измерло. Сынок, один из Турции, оставил там, и он потом был в ранде в Либане, в ранде с губернатором. С губернатором. Кто с ним... Ну, что он с той первой жены... Сынок, который не был. Был, шлил, Недвежский, записал, что был в святке, один из эмигрантов, Недвежский, который очень хорошо знал родину Мистевича, и подпохивал себя даже в Целине, Сынановский, он ему понравился, и еще, и еще. Какой шчерпичный такой, когда он был в ранде. Ну так, и еще рэнгаличка там, Недвежского, релакция. Так, что он был в ранде, как пани Эльвита говорит, в генеральном губернаторе Небану. Небану. Генерал губернатор. Ну так. Недвежский. Так, так. А други, его вывез, призащал ему, значит, дорожки, он был в Риме, працовникем, значит, дипломатичным, ну и тоже в очень высокой ранге, в подворах этих европейских, там ся оцирал и ешце и ешце, и ешце. Одним словом, сыну породил. Так. Так. Тераз, когда уже чувствовал себя, ну так, как бы, жизнь выпалила себя, прошло оба, много, за никому, как бы, не подсадны, то написал до Варшавы, да я как-то там, газет, цепис, ну пару кислов, ну, что он отходит из этого света. Уже не было. И в, 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 не, неудольник это сделал, помимо за войсков и условия, то мучил себя окрутнее несколько годин, за ним згон наступил. Это был год 1886. Давных выдаций, читали, читали, уже давно не видел, отворил Сады Кахаши и читали. Так что, какие выражения, как что, как себя представили как писарь Михаил Царьковский и в уголе. Так что, просим очень, если можно. Поехали. Да, да. То, может, чтобы какие-то спрашивать было, то может до Котеля, то запросим Паню. Так что? А то кто? А то есть Профессор Томаш Жыцкий, до которого нависали там те покойники и так что есть, и мы с теми здесь, когда пришли к друху, в друху, то здесь живут, там в этих поколиках. Тут добрый, но то... То масло жадкого. Да. Не, не, не. Он святиякрычный. Он святиякрычный, он так попроскнул от этого Биткевича, от этого Пошпера. Не хочется даже не попросить, не хочется. Ну, это сам бы не было между ними, они умывали, они умывали, что на утро встретились, и в ночи с Биткевича уже труп. Но ничкно... Но ничегоまだ... Не вели, не говорили ли, не родители, а работа, или русский? Каких английских... А английских жевоков. Там я всегда из 14 лет было... Моста на них все. Биткевич? Да. Зачем там есть можно было. То есть, не была уже высшена. А что высшена не была... Да, 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 да. Он присылал документы, которые хотел бы нам показать. И умерли себе люди. Да, да, да. Но мы тоже были. Но мы все были. И мы все еще не любили. Да, это не любили. И целый год склата вот, драконию. А... Светлана Чемблевская... Редман... И он описывает, как это первое произошло, как это произошло, как это произошло. И потом еще есть его офисы. Как досконали этих Драгонов. Как досконали, то досконали. И там было, как это было, как это было, как это было. И коник был, это было 100%. В этом году было описано. Видят, что было. Был воевский Драгон. И конечно, что в Драгонах были наиболее. И он был именно Драгон. Это был так называемый Польский. Было еще козак. Он был отбаком. И только за польский Драгонах были только там, были учитаны в Драгонах, но он был еще в глубине. Он был в Уфе. А по-закам, Жидов там было споро. Были даже в Иран-Драгонах. А в том, что только был Турек, который был в Уфе. Он был в Турке. Но Турке ему было, что он был в Уфе. Лейтка, который был в Уфе противоток concret. Он был романтичный. Уфе была настоящая. 몸аannen приятного, разве мент Режерборчики. Цепсию мент direito кsedcience. И сейчас было бы действительно споро для каждого. А ну, Зоопия бы поливала потом на Медхилле, на Медхилле, на Медхилле. Мне было интересно, а еще где-то там читала, что в 1863 у них там с кого-то было крошило, что с кого-то этих полицейских офицеров выехали из Кирпича и выехали с Кирпича, и выехали с Кирпича и выехали с Кирпича. То есть, что же, что бы то мы спросили, что до сих пор не было с Великой Кирпича? То есть, что он был в 1860 . То есть, что он был в 1860, или он стал в демистрию, офицером в демистрию, в 1870 году. Встать? Нет, нет. А встать, потому что в Медхилле. Это это даст. Ужиуми, ни одного офицера, только в других там не было в Кирпича и в Великой Кирпича. сказки, как Пушкин ловит для тех же религиозных регионов. А кто из вас был устаточный? Это был устаточный войск, который был на Украине. В России? В Турции. Он устаточный, а у них все в Турции. Они пришли, чтобы он устаточный, чтобы выехал. Ну, он устаточный, а у Юшкина. И я к этому войну с Россией не был. В 2015 году закончил войну. Какой Игнатий был. Так? Игнатий. И такая история, что он с собой был. Крысовицы, на грысах заводятся. К самому было, что Виткевич не к самому было. Поэтому Волчих правду противоповедовал, что русских 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 не интересовался. Не, и не уходит. А никто его там не интересовался? Не, он уже был. Он уже был. Постой тоже с книги Пархеевского пиczenie Крымского Пархеевского типа. И эта книга его тоже подпала во всех. В России. Когда в Бостове было, то в главном обществе сказали, что в этих кальках были многие, которые были на своих, казаки и так далее. Да. Да. Так и там было, так. А Виткевич им тоже с Puden. А есть такой образ в нем, чем он себя захочет, малованный в его часах. И там стоит на первом плане садык, в белом месте, и стоит этот жид, который был такой высокий, самый высший. Намиц какой-то, и встречаясь с Тулецком, который был в высокой армии. И до полек маловый тогда. Мне всегда интересовал этот лекарь, который был. Это был август Кващнежский, лекарь улковый. Он был улковый. Он потом кому-то уделил выряд. То есть он читал, а ты еще старый. Я вам это старый выряд. Это 11-вечный. А ароматный вид он очень старый год. Он бесплатно работал с секретарем. Я еще Минскевичу платил за то, что он у него там работает. Он был очень дорогой. Он был первый раз, когда он был в франции, когда Минскевич работал с профессором. И был очень богатый, отец богатый. У Наполеона был начальником почты. Он был очень много денег. И я думаю, что когда Минскевич у него спросил, почему он сам не написал биографию ойца, потому что у пана много материалов было. Он сказал, что если бы я написал биографию вашего ойца, у меня не было бы детей. А дети Минскевича стали ебать. Он их опекал. А когда он пошел, он их опекал, он тоже в баснике был. Он замкнул очи и Минскевича, и кто... Для сына? Для Александра? Да, да. Он был до Берлина. До Берлина ездил в бензи. И на украине миллион дала он был отдан. Там еще был Берлина, мой порой Казарский. И был в Берлина. Там тоже был был дон Минскевич. И был в Берлина. Там тоже был парсер-барсов. И было в Берлина. Дома Садыка и Корсака Корсака. Смотирали. Ну и то, и то, и друг, и польский, и русский, и русский. Но как он нас налазил, и как он набегал в это время? Он летал, что здесь только кто-то есть человеком. Он с кином 20-м 8-м врагом. Сумик Корсакова. Фейный день был. И то же самое. Словакский ся обуржал, но это было не было. Словакский ся обуржал. Его законодец в мире с Словакским отворил дверь. Пошел вон дверь. Словакским отворил дверь. Никкевич. Тут был крепкий родительский, а очень в Польске. А потом с Словакским ся обуржал, везде-то русский на станку, который сказал Никкевич. А, ну так, так. Влажный, русский влашок помщи. Да, в том что мы говорим. В первом сядестве. Да. А Богдан Робицкий был ищутым сыном царя Александра II. Может быть. Так? Да, может быть. Да. 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 И попросил, чтобы... Ну, так. Ну, помощник менеджер. Так что, было. Помощник менеджер. То есть новый. Ариентатер. А, как думала, как то чактурынский мог так и возмущить, что мог бы снять, что мог бы снять? В Париже. Как мог бы снять? Да. Ну, не мог бы снять. Да. А, с этой французской... Ну... Цартуристский... Я не знаю. Но он был и консерватывный человек, и религийный. И... И, тут живя очень с девушкой. Ну, так и так же. Не залеострованы. Родина есть. Не залеострованы дети. И не ма ойца. И так фактически он был как неизъестрованный слуб. Ну, то он сможет свой поездом, чтобы проводить свои особистые справы до порядка. Чтобы не было греха. Грех, что входит из человека на человека? Значит, грех садыка пройдет на ксище. На ксище. Нет. Чтобы тут... Нечето святого Августина. Святого Августина с депчином, которая продавала фиоулки, детство. И все не урежею с Него. И ничего не что, и не стал я святым. Святым. Ну, это святым кто-то остался на брезы и шиться, и о тила. Вероятно, он по каким-то шляпом на все сделали. Сам христус говорил, что для меня мили ши, которые хоть в дни живетто в детстве, наверхилися до меня. А, нижели эти, которые целое мила за это, как возможно. Да, как бы, нет... А потом отверстили. Да, даже не отверстили. Но ему были более приятны, чем те грешники, которые позднее, в последние дни в жизни отверстили и отверстили. И отверстили. И отверстили. И отверстили. А потом... А потом... И отверстили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!